Здравствуйте! Это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Анатолий Никитин. В российских СМИ прошла информация о том, что Конституционный суд фактически разрешил гражданам пользоваться программами удаленной прослушки на смартфонах, но если речь идет о безопасности их детей. О законности, частного контроля и наблюдении не только за детьми поговорим сегодня. Вы можете присоединиться к разговору по телефону прямого эфира 511-99-66 или по бесплатному номеру для регионов 8 800-532-55. Если возникнут вопросы по ходу программы, звоните, телефон будет указан в титрах. А разбираться в теме мы сегодня будем с нашим гостем. Это адвокат Рустам Губайдулин. Здравствуйте, Рустам. Здравствуйте. Рады видеть вас снова в студии. И на этот раз вот у нас такая тема прослушка и наблюдение. Но давайте поясню вот тот инфоповод, по которому мы сегодня как раз собрались. Коммерсант опубликовал материал, что Конституционный суд разрешил родителям условно шпионить через смартфоны отпрысков. И эта ситуация один гражданин установил на смартфон своего 7-летнего сына, живущего с матерью, приложение родительского контроля, удаленно прослушивал, записывал происходящее. То есть следил за ребенком, собирал данные, но не из какого-то личного просто интереса, а хотел доказать факты жестокого обращения с ребенком. Но в итоге потом его наказали как за незаконный сбор сведений о частной жизни. Но Конституционный суд вынес другое решение. Давайте поясните, почему его сначала наказали, а потом решение Конституционного суда доказало обратное. — Да, Анатолий, начну с формулировки самой статьи, по которой его осудили изначально. Это статья 137 Уголовного кодуса Российской Федерации. И звучит она следующим образом. Незаконное собирание или распространение сведений, составляющих тайну частной или семейной жизни гражданина. Примерно так. И, соответственно, из этой формулировки мы что видим? То есть любое получение информации, составляющей тайну третьего лица, уже образует состав преступления формально. И именно этим руководствовался суд первой инстанцией, когда признавал гражданина виновным, потому что при использовании вот этого программного обеспечения в телефоне своего ребенка он также получал записи разговоров, то есть какие-то сведения в отношении других лиц, в отношении своей супруги, мамы ребенка, в отношении других родственников, да, то есть не только своего ребенка. И именно это стало, так скажем, основанием для того, чтобы посчитать, что он действительно совершил преступление, да, и осудить его. В итоге после множественных разбирательств его последствия оправдали, потом оправдательный приговор отменили, потом снова осудили. Верховный суд посчитал то, что приговор законный, оставил все это без изменения. В итоге вот гражданин осужденный обратился в Конституционный суд, поскольку посчитал то, что у него не было умысла на сбор этой информации в отношении третьих лиц из каких-то корыстных личных заинтересованностей. Он просто лишь хотел доказать то, что супруга, его бывшая супруга, ненадлежащим образом воспитывает своего сына. И вот таким образом установил это приложение, и потом эти сведения приобщил в суд по бракоразводному процессу и в правоохранительные органы. Конституционный суд сказал то, что да, формально имеются признаки преступления, есть сбор сведений, составляющих частную тайну, но при этом родитель исполнял, осуществлял свои права и обязанности родителя, а именно обеспечивал безопасность своего ребенка. То есть целью безопасности ребенка. Целью безопасности ребенка. И вот тут Конституционный суд сказал то, что на кону, так скажем, два интереса. Есть интерес обеспечения безопасности ребенка, и второй интерес — это конституционные права и свободы иных лиц, чьи тайные сведения о частной жизни стали известны вот этому родителю. И Конституционный суд постановил то, что баланс соблюдения и того, и того интереса не нарушен путем вот таких действий. И родитель осуществлял вот этот сбор информации не из каких-то там корыстных заинтересованностей, а просто чтобы защитить своего ребенка. И в таком случае состава преступления в его действиях нет. Соответственно, Конституционный суд постановил то, что необходимо эту норму, да, 137-го уголовного кодекса трактовать в таком русле по аналогичным вопросам, делам, и пересмотреть дело в отношении гражданина. Но означает ли это, что вот, соответственно, на основе этого постановления решения Конституционного суда другие родители в целях безопасности могут тоже использовать, в целях безопасности своего ребенка тоже использовать программу подобного характера? Легальные программы, то есть на легальных устройствах? Да, могут легальные программы, если у них есть опасения, подозрения, то, что их ребенку угрожает, есть какая-то угроза, угроза безопасности, то они могут совершать такие действия. Тут важно понимать то, что эти сведения, которые были получены не только в отношении ребенка, да, чьими законными представителями они являются, но и в отношении третьих лиц, если они в дальнейшем эти сведения распространят, то тут уже будет наступать уголовная ответственность. То есть у человека нет умысла на получение этих сведений, но если он раз их получил, то пусть тогда он и останется при нем это все. Если он дальше будет это распространять, кому-то сообщит, где-то опубликует, распространит через СМИ, интернет, то здесь уже будет наступать ответственность по статье 137 ГК РФ. Ну вот здесь такой еще момент есть, что в Конституционном суде понимают, что дети не всегда проинформированы о таком заборе данных, но возможные конфликты родителей и детей на этой почве предлагают решать в рамках их межличностных отношений. И в конфликте между родителями предлагают обращаться в суды в гражданском правовом порядке. То есть, если я правильно понял, то материал он собирал с помощью разрешенных устройств, а то, что получил дополнительные какие-то сведения, это выводит из уголовной плоскости, потому что не было какой-то корысти и умысла, и перевести уже, ну если, допустим, мама, ребенка недовольна этим, то она может обратиться в гражданском же порядке с жалобой, это уже не уголовная ответственность будет. Тут Конституционный суд пришел к такому выводу, потому что в данном случае им рассматривалась ситуация в рамках уголовной плоскости о конституционности статьи 137 Уголовного кодекса. Вот этот же вопрос, касающийся, а можно ли вообще так делать, согласен ли другой родитель на запись разговоров ребенка, вот этого родительского контроля, это уже гражданско-правовая плоскость. И здесь, поскольку Конституционный суд в этой плоскости уже вопрос не рассматривал, он сказал, что если какому-то из родителей не нравится порядок общения, порядок осуществления родительских прав другим родителям, то надо разбираться либо обоюдно, самостоятельно, либо уже через гражданский суд. Но это уже будет гражданско-правовая плоскость, не уголовный вопрос. Но, соответственно, если здесь мама, на которую прошла жалоба, она недовольна сбором этой информации, уже в административном порядке будет разбираться с отцом? Не административно, в гражданском порядке. В гражданском порядке. Да, вот у них там сейчас идет суд по бракоразводному процессу, потом, возможно, будет процесс по порядку общения с ребенком, и вот в рамках этого процесса они смогут уже там свои претензии, требования предъявлять. Но смотрите, а на какие ситуации распространяется подобное разрешение? Это, допустим, может ли родитель установить, контролировать и прослушивать действия ребенка только где-то дома, с родственниками, или он подозревает, что что-то безопасности угрожает в садике, в школе? То есть на какие ситуации это распространяется действие? Конституционный суд сказал то, что есть несколько критериев, когда распространяется, вернее, статья 137 главного кодекса не распространяется на такие действия. Во-первых, ребенок должен быть несовершеннолетним, то есть когда еще родители являются его законным представителем и обязаны осуществлять родительские права. И второе, это когда родитель действует в целях обеспечения безопасности своего ребенка. И неважно, где в это время находится ребенок, дома с другим родителем, у других родственников, у друзей, в каких-то публичных местах. Если у родителя есть подозрения, даже если они мнимы, эти подозрения, о том, что ребенку угроза безопасности есть, то в таком случае он может использовать такие программы родительского контроля и защищать права своего ребенка. А получается, вплоть до того, что это не только маленький ребенок, но и подросток. Так же за подростком может быть? Да, несовершеннолетний ребенок. То есть до достижения 18 лет, после этого ребенок становится полностью дееспособным и он полностью осуществляет все свои права самостоятельно. А с какого возраста подросток, ну понятно, допустим, которому не понравилось, что идет вот такая система родительского контроля, может предъявить претензии своему родителю? Исходя из того, что написал Конституционный суд, это с 18 лет. С момента достижения им совершеннолетия. То есть до этого времени родители могут в целях безопасности, понятно, что кто-то может быть со своими целями, но это нужно будет потом доказать, что делать это исключительно в целях безопасности. Да, да, то есть был умысел именно, вернее, так сказать, не было умысла на получение каких-то сведений для каких-то там корыстных, иных целей, а именно для того, чтобы обеспечить безопасность своему ребенку. А установка трекеров условных в устройствах, когда вот слежение за ребенком, передвижение за ребенком, здесь вообще не требуется каких-то, здесь сложности нет? В тех же самых телефонах, умных часах? Ну, смотрите, у нас тут уже идет вопрос уголовных рисков по другой статье, да, это статья 138.1 Уголовного кодекса, как раз-таки приобретение, производство, сбыт специальных технических средств, направленных на скрытое получение информации, сведений. И в таком случае нужно понимать, что это устройство. Оно специальное такое средство, направленное на скрытое получение информации, либо не является таковым. Если оно таковым не является, то, соответственно, не будет уголовной ответственности. Если оно таковым является, то, опять-таки, Верховный суд в своих разъяснениях нам говорит, на что направлен умысел у приобретателя этих специальных технических средств при приобретении их. Если умысел направлен на то, чтобы, опять-таки, защитить свою семью, обеспечить безопасность своей семьи, членов своей семьи, то уголовной ответственности не будет. Если в иных целях, то будет уголовная ответственность. А как понять, потому что многие устройства, то есть и видеокамеры, видеоглазки, видеоустройства, какие-то наблюдения, скрытые, не скрытые, трекеры, прослушки, многие устройства продаются достаточно открыто, то есть на каких-то площадках. Но люди их заказывают или покупают, а потом попадают под ответственность за незаконное их использование. Как понять, что это устройство вообще нельзя использовать? Действительно, эта проблема существует. До определенного времени, до конца 2018 года, она была очень актуальной. Потом вышли разъяснения Верховного суда, который более-менее прояснил ситуацию, эти разъяснения. Как понять, сами по себе вот эти, так скажем, шпионские гаджеты, специальные технические средства, они в свободной продаже не находятся. И там ведется учет этих всех средств. Соответственно, либо их можно, конечно, купить там как-то на черном рынке незаконно, что уже само по себе свидетельствует о умысле на совершение преступления. Либо, как это часто бывает, покупается какая-то обычная бытовая вещь в интернет-магазинах, а там оказывается то, что у этой вещи есть какая-то функция негласного получения информации. У ручки может быть микрофон встроенный, либо видеозапись. У телефонов то же самое, у часов то же самое. Запись голоса, видеозапись, все что угодно. И в таком случае нужно понимать, для чего человек покупал эту вещь. Например, одно из самых резонансных дел, это в конце 2017 года было, в 2018 году оно завершилось, когда фермер приобрел GPS-трекер для коровы, которая убегала, чтобы потом ее понимать, где она, чтобы быстро ее найти. А так оказалось то, что в этом GPS-трекере есть еще и функция записи голоса. Получается, это уже функция негласного получения информации. От коровы. Корову подслушал. Да. И вот при получении данного GPS-трекера его сразу же задержали. Потом, правда, слава богу, дело прекратили. Потому что состава как такового нет. Состава преступлений. Потому что умысла именно на приобретение шпионского гаджета нет. У него был умысел, намерение только приобрести GPS-трекер, установить для коровы, чтобы ее потом быстро находить. Соответственно, при приобретении в интернете таких товаров любых, нужно внимательно смотреть описание самого товара, функционал, нет ли каких-то таких скрытых функций, чтобы потом проблемы не возникло. Но в любом случае, даже если вдруг, например, в чайнике либо в настольной лампе окажется функция записи голоса, то если человек об этом изначально не знал, у него не было умысла, он покупал эту лампу, чтобы она просто светила дома, то он не будет подлежать ответственности. Потому что у него нет умысла на приобретение именно записывающего устройства. Ну, надо будет это еще доказать, но в любом случае, каждый случай, скорее всего, будет рассматриваться индивидуально. Вот смотрите, у нас очень много камер наблюдения в доме, кто-то ставит камеры у себя в доме наблюдения за няней, допустим, в подъезде, если какие-то подозрения бывают. Есть общие камеры, есть кто-то частный. Как сделать все по закону, чтобы потом тебе не предъявили та же самая няня или просто соседи, что вот установили видеосъемку, видеонаблюдение? И подслушивайте, может быть. Смотрите, само установление камер видеонаблюдения, если рассматривать с точки зрения статьи 138.1, приобретение вот таких специальных технических устройств, то камера видеонаблюдения к таким не относится. Потому что очевидно то, что это камера видеонаблюдения, у нее нет скрытых функций, и очевидно то, что она как-то не завуалирована, да, эта функция. Она должна быть на виду камеры, а если вот спрятать? Ну да, на виду. А если, например, возьмем какую-нибудь мягкую игрушку, где установлена камера видеонаблюдения, вот это уже другое дело, да? Это первый момент. Второй момент, опять-таки, с какой целью устанавливается, например, камера видеонаблюдения, либо другое какое-то устройство. Если с целью обеспечить безопасность своего имущества, себя, членов своей семьи, то уголовной ответственности не будет. Если цель другая, да, просто получить какую-то информацию, там, узнать что-то о человеке, или корыстная цель, уже здесь уже не важно, то уголовная ответственность будет. В том числе по статье 137, да, получение информации, собирание информации, составляющая частную семейную тайну. Например, ситуация с няней, да? Допустим, использование какого-то гаджета, у которого есть функция записи. Будет уголовная ответственность, если, например, установить ту же самую плюшевую игрушку со скрытой камерой и, например, не сказать об этом няне, то, что там вот в целях безопасности записываем, ведется запись, да, тогда могут быть проблемы. Если же об этом уведомить няню, да, сказать, то получается уже есть ее согласие с ее ведом и ведется видеонаблюдение и получение информации о ней. А если сослаться на решение Конституционного суда, скажем, что вот мы в цели безопасности своего ребенка, то есть здесь мы сможем использовать вот этот аргумент, что все делалось в цели безопасности ребенка и поэтому велась скрытая съемка? Можно, можно так сделать, но, опять-таки, когда дело касается уголовной плоскости, да, лучше вначале предпринять все возможные меры, да, чем потом доказывать то, что у меня не было умысла на сбор чужих сведений, я просто хотел обеспечить безопасность своего ребенка, своей семьи. Поэтому лучше, если есть такая возможность, сообщить, получить согласие, максимально установить средства записи, которые видны, да, там никак не замаскированы, чтобы потом никаких проблем, вопросов не было. Ну и буквально пару минут у нас остается до конца эфира, на работе иногда, вот, ну, точнее, камера наблюдения к этому уже многие привыкают, в офисах, в других точках рабочих, иногда используют прослушку для каких-то выявлений нарушений работодателя. Если работодатель использовал такую систему наблюдения, негласную прослушку или еще что-то для, и потом предъявляет в качестве доказательства своему сотруднику, иметь ли право так поступать работодатель? По моему мнению, тут ситуация, на тоненького, так сказать, пограничная, поскольку, с одной стороны, все-таки, каким-то образом, да, сейчас не будем давать вас подробностей, каким, используется прослушка, то есть, опять-таки, негласный способ собирания информации, и эта информация может касаться в том числе частной жизни. С другой стороны, у работодателя все-таки это используется на работе, и тут общественное место, так можно сказать, да, и уже в общественном месте работодатель преследует свои цели, да, обеспечение, так скажем, нормального функционирования рабочего процесса и исполнения работникам своих обязательств. Но все равно пограничная ситуация, поскольку даже на работе могут быть разглашены какие-то сведения личного характера. Поэтому я бы все-таки придерживался к тому, что, ну, если такие вещи осуществляются работодателем, то обязательно работник должен об этом быть уведомлен, да, видеозапись, прослушка, аудиозапись, все, что угодно, то есть, обязательно нужно уведомление. Ну, как я понял, действительно, у нас ситуации очень много таких пограничных, и я думаю, тут не на одну программу можно действительно набрать материалы и обсуждать, а сегодня мы как раз говорили о контроле, о наблюдении, о безопасности с нашим гостем, это адвокат Рустам Губайдулин, будем рады видеть вас снова в студии, в нашей, обсудим и другие темы. Это была программа «Актуальный разговор», смотрите, подсматривайте, слушайте и подслушивайте нас на телеканале «Татарстан-24». Меня зовут Анатолий Никитин, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анатолий Никитин Корректор А.Егорова